В 20 километрах от Тучкулана находится знаменитое Махарское ущелье, изъюбленное место отдыха и жителей республики и соседних регионов. Сюда с удовольствием приезжают и взрослые, и дети. Здесь есть на что посмотреть. Как отдыхается на Махаре, что хотели бы изменить наши гости, расскажет Ольга Савенко. У подножия горы Черпы-Баше находится живописная поляна Корт-Малы. Именно здесь в середине прошлого века началось освоение Махара. Сначала на поляне построил базу Черкесский завод НВА, затем Киевский политехнический институт, а чуть позже и Ставропольский педагогический институт. Здесь на поляне цивилизация заканчивается. Нет ни сотовой связи, ни телевидения. Из удобств вода в реке и электричество. Но люди не жалуются, они довольны. Как вам здесь отдыхается? Прекрасно. Бог создал рай, и это называется Махара. Мы сюда приезжаем несколько раз за сезон года. Это и зима, и лето, и осень. И каждый раз получаем, ну, я не знаю, такое удовольствие. Создав уникальную чашу на высоте полутора тысяч метров над уровнем моря, природа щедро заполнила до краю роскошным лесом, чистейшим воздухом, от которого кружится голова и солнце. Долина Махара – идеальное место оздоровления для тех, кто страдает аллергией, заболеваниями дыхательных путей. Многие приезжают сюда в начале июня и живут все лето. Собирают грибы, малину, ягоды. С удовольствием каждый год приезжаем и по несколько дней отдыхаем здесь. Мне лично нравится намного больше здесь, чем где-то в шикарных отелях, гостиницах. Потому что первоизданная и природа, и условия такие же, как наши деды отдыхали. А еще Махар знаменит своими нарзанами. До них от поляны примерно полтора километра. Можно спокойно добраться пешком, дорога несложная. В нескольких метрах от реки из-под земли бьет несколько мощных ключей. Здесь пять нарзанных источников, и все разные как по составу, так и по вкусу. Вот и Анна, перевозчик из Ставрополя, много где побывала, чего видела. А частенько приезжает на Махар, чтобы поправить здоровье. Мне очень нравится природа, спокойствие, миротворение, которое я получаю от этих пейзажей. Единственное, что огорчает, это культура людей и отношение к своей природе. Итак, гости из Ставрополя о мусорных свалках на Махаре. Справедливое замечание. Действительно, эта проблема существует. Мусорные свалки на любом курорте из республики, в том числе и на Махаре, не редкость. За чистотой леса приходится следить государственным инспекторам, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Мишки берем, на машинах выезжаем и собираем мусор вдоль дорог. Вот едет машина, им не зазорно, выпил там, выкинул вдоль дороги, валяется все. Сколько раз мы убираем. Мы сами проводим субботники. Если бы мусорили только жители республики. Но ведь и туристы не всегда ведут себя корректно по отношению к окружающей природе. Очень часто мы видим, как сюда люди заходят, моют ноги, купаются, в основном выпившие народы. Берут ледрами, с этого места обливается и все это стекает туда. Там обливается, все стекает сюда. А люди остальные приходят, кьют его. Давно известно, чисто там, где для этого создают все условия. Но ведь даже в городе, где на каждом углу стоят мусорные баки, картина примерно та же самая. В государстве никто ответственность не снимает. Это его прямая задача – создать условия для утилизации мусора. Когда всюду порядок и чистота, люди начинают соблюдать закон и нормы приличия. Но может быть каждому из нас все-таки стоит начать с себя? Смотришь и чище будет. Ольга Савенко, Расул Бердиев, Весик, Карачавия, Черкесия. Продолжение следует. Должение следует. Продолжение следует... Субтитры работал DimaTorzok